Застава у ружьё! Очередной день на белорусско-украинской границе начинается тревожно. Срабатывает сигнализационный комплекс. Привычное для заставы дело в свете последних событий воспринимается совершенно по-другому. Практически одновременно с пограничниками на заранее определенные позиции выдвигается и усиленная группа пехоты. До украинской границы отсюда чуть меньше трёх километров. Взаимодействие организовано до мелочей. Определены совместный порядок действий при нарушении государственной границы и других ситуациях, требующих немедленного реагирования. В данном подразделении имеются средства связи, имеющие общий канал. Решаем все возникающие трудности совместно. На этот раз тревога оказалась ложной. Вероятно, лесная оживность, для которой границ, как известно, не существует, в очередной раз проверила систему охраны. Впрочем, говорят командиры, такая тренировка не лишняя. Сейчас у вас задача – наблюдение за различными беспилотными летательными аппаратами, недопущение действий диверсионно-разделения групп. В случае нештатных ситуаций, боевых действий, ползанимает круговую оборону и обороняет участок местности. Граница на юге страны усилена. Созданы необходимые резервы. Сразу на нескольких позициях в лесных массивах размещены танковые подразделения, готовые в любой момент выдвинуться для отражения агрессии. При этом военные постоянно подчеркивают, их функция сугубо оборонительная. Стальную гвардию задействовать не приходилось. В этом попросту нет необходимости. Тем не менее, порох держит сухим, а технику – в готовность для защиты рубежей Родины. Внесем постоянное боевое дежурство. Находимся на маршруте, патрулируем охрану техники, контроле наблюдательного пункта. Выполняем задачи по подготовке машин к боевому применению. То есть это установка динамической защиты всех необходимых узлов и агрегатов. Чтобы в случае возникновения какой-либо угрозы мы смогли принять адекватные меры реагирования. Бойцы на всех позициях максимально собраны. Объясняют, расслабиться здесь – значит создать угрозу национальной безопасности. К слову, пограничники и военные сегодня не просто работают в одной связке, а фактически стали единым целым. На белорусско-украинском направлении были обнаружены признаки нарушения государственной границы. И мы во взаимодействии с вооруженными силами организовали заслон на данном направлении. Сдержали гражданина. Пытался пересечь государственную границу. Не остаются в стороне и местные власти. По необходимости оказывается любая поддержка. Да и простые люди прекрасно понимают, что в непростой период белорусам как никогда необходимо единство духа. Поэтому и отношение к военным трепетное. Ведь им первым принимать на себя удар в случае сторонней агрессии. Мы мирно живем. Нас никто не трогает. Мы никого не трогаем. Занимаемся своими делами. Весна идет посевная на носу. Поэтому у нас свои заботы. Тихо везде. Ничего не слышно. Мне кажется, видно, что оживление, видно, что техника ходит. Но нет, как бы никого не беспокоит. В целом ситуация на белорусско-украинских рубежах контролируемая, говорят военные. Единственное, что иногда все-таки доставляет дискомфорт местным жителям, новости о событиях у южных соседей. Как говорят сами люди, душа болит за всех. Ведь и русские, и украинские народы нам не чужие. Александр Смирнов, Дмитрий Бондарович, агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова